Самый дешёвый сок за 28 рублей против самого дорогого! Тысяча рублей за литр! Свежевыжатый, между прочим, но нам хватило только на 300 миллилитров. И, конечно, мы всё это сравним со средним ценовым сегментом! Мне кажется, что все эти соки полный бред! Всё это делается из консервантов, делается всё в одном подвале, в одних и тих же упаковках. Я уверен, что нет никакой разницы. Хотя вот с этим будет интересно сравнить. Начнём с самого дешёвого! Мне кажется, что моча выглядит приятнее. Ничем не пахнет. Давайте пробовать! Вода с сахаром. Я бы не стал ему, знаешь, прям низкую оценку ставить. Мне даже чуть-чуть понравился он, потому что... Он стоит 29 рублей за литр. Я ожидал, что это вообще помои будет. Ну, по мне, это прям вообще помои. Любимый! Тоже очень дешёвый, 83 рубля за литр. Более жёлтый, да. Вот этот вот очень красивый. Хороший запах. Мне вот как будто действительно яблоко вот так вот, знаете, когда на тёрке его потрёшь. Ну, он, короче, ожидания наши завысил, а в итоге оказался пшиком. В нём больше вкуса, но больше вкуса кислоты. У него есть послевкусие какое-то горьковатое, неприятное. То есть, если бы между этими двумя, я бы, наверное, выбрал пить вот этот вот. В три раза у них ценник отличается. И на самом деле, ребят, блин, выбор очевиден. То есть, этот сразу нет. 6 из 10. Просто. Он вообще нелюбимый. Тоже мне назвали название. Они думали, они придумывают название такое, любимый. И все их будут любить. Следующий гость на нашем канале, великий и достойный, добрый. Вот этот будет гораздо лучше. Чем дороже, тем желтее. Ну, такой же, как любимый примерно. Мне всегда раньше казалось, что он гораздо лучше. Такое ощущение, что это просто два одинаковых сока. Ну, они оба, оба проигрывают вот этому дерьму за 28 рублей. J7, который возомнил себя очень крутым и популярным. Таким же, как я. Но, на самом деле, таковым не является. Давайте посмотрим. Он самый кислый. Ну, да, он чуть кислее, но, по сути, такой же. Кислоту добавили. Он даже проигрывает вот этим всем ребятам. То есть, добрый выигрывает. У этого однозначно. Давайте нашего производителя поддержим. Это вот шляпа полная. Шантал, Сантал, Хампал. Давайте смотреть, что это тоже возомнил себя дорогим. Давайте смотреть. Хм. В этом что-то есть или нет? Вот что-то в нем есть. Во весь глоток, пока глотаешь, ты непрерывно чувствуешь яблоко. То есть, оно не пропадает мгновенно. Это просто свежий выжатый сок, купленный на островке в торговом центре. Для нас его выжили. Запах самый топовый. А вот вкус нет. Давай сравним даже с самым дешевым. С самым дешевым даже вкуснее. Ну, то есть, вообще. Не-не-не-не-не-не. Яблуки попали. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Что-то я сейчас после этого глотнул самый дешевый, и мне прям... На контрасте это прям гнойник какой-то. Если вы представите, что цены нету, и выбирай сок просто по вкусу, я выбрал бы вот этот, однозначно, я пил только его. Он действительно не кислотный, там нет вот этих химикатов, чувствуется концентратов, нет. То есть действительно, как будто ты кушаешь яблочко. В следующем видео мы сравниваем, мать его, дошираки, все, мать его, вкусы!